Иногда стоит задача отобразить число больше, чем 5 десятичных разрядов. Индикатор с типом данных integer отображает до 64535 максимальное значение. 16 бит. Если стоит задача отобразить число численное значение большее по количеству разрядов, например 9 десятичных разрядов, как показано здесь, то тогда нужно сделать небольшую схемку и можно будет организовать индикатор. А по существу здесь два индикатора, но с помощью схемы мы делаем их в виде одного индикатора на 9 десятичных разрядов, то есть число будет больше чем 640 миллионов можно отображать. Это стоит задача для подсчета каких-то там общих наработки или там общего количества, то есть там где требуется большое значение и там где нет значений в контроллере, например, нет флуат значений. Конечно, можно проще использовать флуат, он там до 4 миллиардов отображает число, но если нет флуат, а хочется, то можно поставить два счетчика, ой, два индикатора и отображать необходимые значения. Вот здесь простая схемка, могу выключить генератор, включая генератор, могу сбросить его, общие показания. Что из себя представляет схема, посмотрим. Схема представляет себе два счетчика, основа. Здесь для примера генератор реализован. Цикл, время цикла, генератор равняется времени цикла выполнения программы, потому что мы взяли одну и ту же перемену, проинвертировали, то есть фактически подключили саму на себя, через инверсию. Это и есть наш генератор. Затем импульс с этого генератора через переключатель, включено-выключено, мы подаем на счетчик плюс импульс, и считаем. Фишка в том, что мы всегда сравниваем количество, которое насчитал счетчик, в данном случае 10 тысяч, потому что у нас он 5-разрядный, может отображать такое значение 10 тысяч. И вот каждый 10 тысяч мы его сбрасываем либо от кнопки, либо от этой схемы. То есть наш счетчик младшего заряда считает только до 10 тысяч. Можно сделать до 1000, до 100, до 10, но 100 или 10, но максимальное значение это 10 тысяч, потому что максимальное значение интегра, напомню, это 64 535. И второй счетчик считает только тогда, то есть первый счетчик мы сбрасываем, а единичку добавляем во следующий счетчик. То есть он будет считать каждые 10 тысяч импульсов. И отображает на индикатор. То есть мы делаем два индикатора, привязываем к 12-ому регистру, это младший регистр, и старший регистр 13-ый. То есть на схеме мы видим два индикатора, сейчас я их раздрину специально, вот они два индикатора. Этот у нас старший 13-ый регистр, в данном случае младший 12-ый регистр. И мы видим, что это индикатор, получается непрерывное показание с очень большим значением. Здесь мы немножко отодвинем их, чтобы они шли вплотную, вот так. Тогда они практически неразличимы. Иногда останавливается счетчик, потому что здесь в ногте притормаживает. Вот, если нужно сбросить, то сбрасывается, сбрасывается и 12-ый, и один счетчик, и второй счетчик. Соответственно, на индикаторе мы видим все нули. Всегда можем остановить. Ну, просто я сейчас в качестве сам генерю число большое. А так это может быть, из контроллера пересылаться большое число. Если там есть числа в формате long, то есть там 64-32 разряда числа могут отображаться. Тогда вот можно с помощью их индикаторов вот так делать. И отображать. Спасибо. Можете применять в своих разработках. Там, где это необходимо. Где нет флуат. Если есть флуат, то проще использовать один. Индикатор флуат. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...